Качество медицинского обслуживания в районных центрах и городах республики держится на относительно высоком уровне. Это касается и оснащенности. Другое дело, лечебные учреждения расположены и в маленьких селах. О проблемах сельской медицины на примере частного случая расскажут наши корреспонденты. В прошлом году заболевшего пневмонией оленевода, находившегося в отдаленном стадии, доктора местной амбулатории спасли лишь благодаря вовремя прибывшему вертолету с анавиацией. Но зачастую не все вызовы выполняются, и оленеводам, охотникам, чтобы доставить больного до ближайшей амбулатории, приходится запрягать в дальнюю дорогу свои упряжки. Нам нужна такая мощная машина скорой помощи, чтобы мы действительно могли выехать для экстренной помощи, оказания помощи оленеводам. Здание местной амбулатории только снаружи кажется новым. Построенное в прошлом веке уже давно требует капитального ремонта. Это понятно любому посетителю амбулатории, даже входная дверь открывается с трудом. Заведующий лечебным учреждением работает здесь шестой год, и за это время мебель ни разу не обновлялась. Давно-давно мы просим, чтобы нам ноутбук отправили, потому что у нас уже устарел процессор и компьютер. То мы процессором отправляем туда, в Уснера. Очень тяжело нам. В этом году в Учигее родилось 10 детей. Но ни педиатра, ни акушер-гинеколога, наблюдающего за здоровьем беременных, нет. Ну, я обращалась в свою центральную районную больницу. Ну, сказали, что вы врач-боп и будете сами за акушерку. Но я за это не получаю. Молодые мамы, мы же не знаем, как лечить детей хорошо, если бы был педиатр. В аптеке села Учугей с населением 370 человек из-за лишения лицензии сегодня нет даже элементарных лекарств от кашля и парацетамола.